Всем привет из околомосковья, сегодня я поеду в Жуковске и потом в Раменское доделывать свои рабочие дела. Время сейчас 13.29, со всех сторон идут люди, которые сейчас внимательно будут смотреть, чем же я занимаюсь. Продолжаем разговор. У нас по-прежнему солнечно, но по-прежнему холодно. Опять я не посмотрела, сколько градусов, потому что вчера у меня опять начал вырубаться комп. У меня была такая, у меня в принципе достаточно давно такая проблема, то есть он, например, когда много видео смотришь или загружаешь видео или что-то скачиваешь, он какое-то время работает нормально, а потом просто вырубается. Вырубается, сам включается, сам перезагружается. Иногда у него это не получается, тогда нужно его выдержать из розетки, через какое-то время, там, минуты через 2-3 заново включить, тогда все у него получится. А вчера он просто стал вырубаться каждые, там, не знаю, 10 минут. То есть ты открываешь Word, у меня надо было работать в Word, и какое-то время я работаю в Word, он вырубается. То есть я никаких сложных программ ему не ставлю, то есть там ни видео, ни загрузки, но тем не менее, как бы он он врубается. Мне уже посоветовали сегодня открыть крышку боковую и попробовать, как он будет работать с открытой боковой крышкой, потому что, скорее всего, он перегревается, и там может быть какой-то моторчик, что-то там не работает. В общем, на самом деле, это уже два года такая фишка, но просто никак, не знаю, все надо, надо, да, отнести в ремонт, надо, надо. Ну, что-то как-то все никак не отнесу, но, видимо, дотяну, пока он, в принципе, просто не включится, тогда я, наверное, его отнесу. Нет, я попробую, конечно, если у меня получится с открытой крышкой, то мне придется его нести в ремонт, потому что, ну, невозможно так работать даже. Не то, что смотреть какое-то видео, даже обычные вордовские файлы, невозможно с ними работать. Вот. Так, показываю, что у нас за бортом. Мороз и солнце. День чудесный. Летают самолетики. Ходят собачки. В общем, такая сельская идиллия. Ладно, едем. О, какой у нас здесь кабриолет стоит. Вы говорите. Село, село. BMW Z4. Не фухры-мухры. Интересно, зимой в нем холодно ездить? Ну, там крыша же натяжная. Ой, бабушка современная. Я в Жуковском. В обычный спальный район Жуковского. Вот такие дома большие. Магазины. Пропускаю собак. Начинают гавкать и кидаться под ноги. Это страшновато. Так, я не знаю, здесь выезд. Наверное, здесь. Так, это я выехала со стоянки около супермаркета. Это не центр. Не центр Жуковского. Но город маленький, поэтому, в принципе, здесь все рядышком. Здесь вот гаражи еще есть. То в Москве поубирали все гаражи. А вот здесь гаражи. Шины монтажи. То есть, получается, как бы в объезд. Город, получается, с левой стороны от меня. Центральная улица. А это, как бы, такой объезд за, я так понимаю, железнодорожными путями. Я в Жуковском все дела сделала. Теперь мне нужно ехать в Раменское. Да, там железнодорожные пути. Уже есть электрички. Сейчас я поеду в Раменское. Они, в общем-то, рядом находятся. Два этих города. Ну, честно говоря, Раменское мне нравится больше. Мне кажется, оно как-то посовременнее. А Жуковский, он какой-то такой... Ну, это мое личное впечатление. Такое ощущение, что в нем застыли 80-е годы эти доски почетов. Ну, эти, в общем-то, не обновленные плакаты с самолетами. Ну, то есть, наука Град, который... Наука, в котором застыла в 80-м году. А Раменское, он как-то, опять же, на мой взгляд, повторюсь, мне кажется, он как-то поживее, помоложе выглядит. Ну, это мое мнение. Мое сугубо личное мнение. Езжая в Раменское, тут небольшая пробочка. И видно, какие тут домики на въезде. Стоят по бокам. Домики. Ого-го! И с этой стороны, и с этой стороны. Причем такие постройки уже... Ну, есть новые, есть не очень новые. Вот это явно дача. Да, удачные варианты. А здесь уже такие, мне кажется, основательные. Хотя тоже вот есть продажа. Продается дача, дом такой. Ну, его в порядок привести. Но единственное, конечно, здесь жить рядом с дорогой. Ну, зато какие сосны. О, какие тоже дома. Не знаю, там видно будет с моего грязного окошка. Ну, что-то в Раменске здесь пробочка такая образовалась. Ну, сосны здесь, конечно. Шикарные, шикарные. Ну, какой знак. Лошадки. Ну, честно говоря, сколько ездила, ни разу не видела, чтобы здесь лошадки проезжали. Здесь вот чуть дальше местная достовремечательность. Церковушка эта. А я поворачиваю направо. Так, теперь я еду за дворками Раменского. Я сегодня весь день по задворкам всяким езжу. Еще у меня садится аккумулятор, и я сейчас, видимо, вырублюсь. О-о-о. Задворки Раменского, в общем-то, не отличаются от задворок Жуковского. Практически ничем. Как ни странно. Такие же вот домики. Такие же вот дорожки. Все, теперь мне надо каким-то волшебным образом с этими задворками выехать к Сбербанку. К любому. Продолжаю выезд подпольной дорогой. И вот у нас сегодня такой закат. Закат красивый. На фоне этого заката со всеми попрощаюсь, потому что батарейка садится. Всем хорошего вечера. Берегите себя и своих близких. Пока-пока. Субтитры подогнал Игорь Негода. Продолжение следует...